Добрый день! В этом видео я покажу, как собирается кубоид 2х2х3. Здесь гораздо меньше элементов, чем в обычном кубике Рубика, и может показаться, что эта головонка проще. Да, собирается она не сложно, но знания кубика Рубика здесь помогут мало, потому что это не куб, а кубоид. И здесь немного другие принципы сборки. Этот кубоид собирают на чемпионатах по спидкубингу в качестве дополнительной дисциплины. Для сборки на скорость требуется гораздо больше алгоритмов, чем для простой сборки. Я для начала покажу, как собирается этот кубоид практически одной формулой и интуитивными движениями, а после покажу ряд формул, которые помогут собирать головоломку быстрее. Посмотрим на строение кубоида. Здесь сверху есть 4 угла с белым цветом, снизу 4 угла с желтым цветом. Понятие вверх и низ относительно можно начинать сборку с любой стороны. Также есть средний слой, на котором расположены 4 элемента. Получаем общее количество внешних элементов равно 12. В простом способе сборки мы сначала будем собирать средний слой интуитивными движениями, после чего разместим белые и желтые углы на своих гранях и в конце переставим элементы на каждой грани одной формулой, после чего кубоид соберется. На всякий случай расскажу о языке вращения для тех, кому удобнее воспринимать алгоритмы в текстовом виде. Без него можно обойтись и запоминать формулы визуально. Движение правой грани на 180 градусов будем обозначать R2. Не важно в какую сторону выполнять вращение, результат будет одинаков. Мы не можем повернуть грань на 90 градусов по вертикали, после этого движения в другой плоскости будут блокироваться. Поэтому движения по вертикали только двойные на 180 градусов. Правая грань R2, левая грань L2, передняя грань F2, задняя грань B2. В основном мы будем использовать правую. По горизонтали кубоид можно вращать на 90 и на 180 градусов. Движение по часовой стрелке в верхней грани называется U. Против часовой стрелки U'. Двойное движение, неважно в какую сторону, U2. Движение нижней грани по часовой стрелке D против D'. Двойное D2. Для среднего слоя нам потребуется только двойное движение, обозначается E2. Если движения двойные, то направление движения неважно. Теперь приступим к наиболее простому способу сборки. Первым делом нужно собрать средний слой. Это делается интуитивно, может потребоваться одно, два или три движения. Сборка среднего слоя равна сильно сборке кубоида 2х2х1. Покажу сначала на нем. Если у нас вот такое положение, то повернув один раз правую грань, мы собираем кубоид. Если картинка какая-то вот такая, мы видим, что в одно движение можно совместить вот эти вот зеленые наклейки и дальше получить предыдущую ситуацию, делав еще одно вращение. В итоге два движения. Ну и самая сложная ситуация, когда нужно сделать три движения. Мы видим, что повернув один раз, мы не совмещаем никакие цвета. Но зато, если мы сделаем движение в другом направлении, тут какие-то цвета уже совпадут. И получаем с третьим ходом собранный кубоид. Если вдруг вы делаете движение, а у вас ничего не меняется, к примеру, вот так лучше не становится, надо просто перехватить и сделать движение в другом направлении. И тогда что-то соберется и дальше станет понятно. То же самое делаем и на кубоиде. Смотрим средний слой, здесь ничего не совпадает. Значит нужно сделать какое-то движение. Ничего не поменялось. Отменяем и делаем движение в другом направлении. Здесь уже стало лучше. Два цвета совпадают, тут два цвета совпадают. Доворачиваем, получаем собранный средний слой. Одно, два или три движения. Если вы встречаете подобную ситуацию, то в одно движение можно средний слой собрать. Здесь сложностей быть не должно. Далее мы должны расставить белые и желтые углы по своим граням. Чтобы определить где грань белая, а где желтая, достаточно присмотреться к верхним элементам. Видим, что вот этот желто-красно-зеленый угол по цветам совпадает с элементом среднего слоя. Зеленый с зеленым, красный с красным. А значит желтая грань должна быть здесь. Если мы посмотрим на бело-синий-оранжевый уголок, он синим цветом совпадает, а оранжевым не совпадает. Значит его место не на этой грани. Если изначально у вас ничто не совпадает, нужно просто повернуть и что-то досовпадет. Если уголок совпадает двумя цветами, значит он находится на правильной грани. Если только одним цветом, к примеру, как вот этот бело-зеленый-оранжевый угол, то значит его место не здесь, а на грани противоположной. Если мы перевернем кубоид и проделаем то же самое здесь, повернем, видим, что бело-синий-красный совпадает со средним слоем, и вот этот тоже совпадает. А желтые уголки совпадают только одним цветом, и этот тоже только одним. Значит желтая грань должна быть не здесь. Вернем исходную позицию. Мы уже поняли, что на этой грани должны быть желтые углы, а значит нам нужно все их сюда переместить. Здесь есть несколько типовых ситуаций, которые решаются интуитивно, но при их решении нужно не разрушить средний слой. Самая простая ситуация, когда сверху два элемента стоят рядом и снизу два элемента стоят рядом. Собираем желтую грань, поэтому обращаем внимание на желтые элементы. Чтобы расположить их все сверху, мы вот этот желтый блок располагаем справа на верхней грани и также справа на нижней грани. После чего нижний блок ставим на место верхнего, здесь разворачиваем верхнюю грань на 180 градусов и еще раз поворачиваем правую грань. Все желтые углы находятся сверху. Ну и очевидно белые тоже встали на свои места. Закрепим. Если у нас сверху блок и снизу блок, мы располагаем их оба справа, что сверху, что снизу. Потом нижний ставим на место верхнего, верхнюю грань разворачиваем и отменяем первое движение. Все желтые уголки сверху, все белые снизу. Мы также могли бы собирать и белые уголки, если бы их место было сверху. Порядок цветов здесь совершенно не важен. Также если у вас модель с другой цветовой схемой, здесь может быть зеленый, синий, оранжевый, какой угодно цвет. Принцип сборки будет точно такой же. В другой случае сверху три нужных элемента, снизу один. Располагаем верхний вот так вот уголком, чтобы справа была полоска, а отдельный элемент был спереди. На нижней грани отдельный желтый уголок располагаем вот в этом месте. То есть получается сзади справа. Теперь поворачиваем правую грань. Здесь собирается вот такой блок. Его отводим в сторону налево и отменяем первое движение. Четыре желтых угла сверху, 4 белых снизу. Повторим. Вот этот уголок располагаем вот так, чтобы полоска была справа. Отдельный элемент слева спереди. На нижней грани вот этот отдельный элемент справа сзади. Делаем это для того, чтобы при повороте правой грани здесь появился блок, который мы отводим влево и возвращаем желтую полоску. Четыре желтых сверху, четыре белых снизу. Для того чтобы решить похожую ситуацию, можно сделать следующее интуитивное движение. У нас один нужный элемент сверху и три снизу. Можем для начала здесь организовать блок. Размещаем вот этот справа сзади, этот слева спереди. Примерно так же как и в предыдущем случае. Отводим влево и отменяем первое движение. И получаем нашу первую ситуацию. Здесь полоска и здесь полоска. Располагаем обе справа и размещаем их на одной грани. Нижнюю ставим на место верхней, разворачиваем и поворачиваем правую грань. Четыре желтых сверху, четыре белых снизу. В продвинутом методе можно посмотреть более короткое решение этой ситуации. Может быть еще вот такой случай. Здесь два отдельных по диагонали и снизу тоже самое. Наша цель опять организовать блок. Располагаем один слева спереди, другой справа сзади. Расположение остальных пока не важно. Поднимаем правую грань. Получаем блок. Отводим в сторону. Возвращаем правую грань обратно. И получаем какую-то уже из известных ситуации. Три элемента. Разворачиваем вот так. Ставим справа сзади. Поднимаем. Знакомый блок. Отводим влево. Возвращаем правую грань. Четыре желтых сверху, четыре белых снизу. Похожая ситуация, но здесь два отдельных по диагонали, а здесь блок. Мы также можем поступить уже известным способом. Отдельный элемент. Располагаем слева спереди. Здесь какой-нибудь справа сзади. Неважно какой. Поднимаем. Получаем здесь блок. Ну что-то еще. Но главный блок есть. Отводим влево. Возвращаем правую грань. И уже какая-то известная ситуация. Уголок располагаем вот так. И тут уже стоит правильно. Поднимаем. Отводим в сторону. Возвращаем. Четыре желтых сверху. Четыре белых снизу. Есть ситуация, которая похожа на самую первую, где было два блока. Но сверху у нас блок, а снизу два отдельных по диагонали. Ну, предположим, что у нас снизу тоже блок. Как бы мы поступили? Мы расположили бы вот этот блок справа. Тут тоже справа. Ну, какой-то один элемент уже стоит. Он всегда там будет. Поднимаем. Отводим в сторону. Возвращаем. Получился уголок. И тоже известная ситуация. Три элемента так. Один справа, сзади. Поднимаем. Отводим в сторону. Возвращаем. Четыре желтых. Четыре белых. Все эти ситуации можно решать и другими способами. Наиболее быстрые и короткие алгоритмы я покажу во второй части этого видео. Но без них можно обойтись, если вам неинтересна сборка на скорость. После того, как мы расставили желтые и белые углы по своим граням, их нужно еще расставить правильно относительно друг друга. Мы видим, что вот эти два угла по цветам совпадают. А вот эти два нет. Эти два тоже. И эти два тоже. Мы должны найти два угла, которые располагаются правильно, то есть совпадают по цветам. И расположить эти два угла слева. Далее мы можем применить алгоритм, который поменяет вот эти два уголка местами. Тогда вся грань соберется. При помощи этого алгоритма мы переставим все углы на каждой грани. Но возможно его потребуется применить не один раз. Движения следующие. Мы поворачиваем правую грань на 180 градусов, верхнюю по часовой стрелке. Правую опять на 180, верхнюю против часовой стрелки. Правую опять на 180. Отводим вот этот белый уголок назад, в ту же сторону нижнюю грань. Правую грань на 180, вверх против часовой. Правую грань на 180, вверх по часовой. Правую грань на 180. Вверх собрался, низ может потребоваться довернуть. Внизу экрана написан алгоритм на языке вращений. Можете запоминать визуально, либо по формуле. В случае, если на грани не оказалось двух углов, которые по цветам совпадают. Грустить не стоит, нужно просто из любого положения выполнить тот же самый алгоритм. Правая грань, вверх по часовой. Правая грань, вверх против часовой. Вверх против часовой. Вниз в ту же сторону. Правая грань, вверх против часовой. Правая грань, вверх по часовой. Правая грань, вверх. Вверх. Ну, по идее, закончил свое вращение. Низ доворачиваем. Мы видим, что появились два угла, которые располагаются правильно и совпадают по цветам. Можем поставить их на свое место, после чего расположить их слева и выполнить алгоритм еще раз. Правая грань, вверх по часовой. Правая, вверх против часовой. Правая грань, вверх против, низ в ту же сторону. Правая грань, вверх против часовой. Правая грань, вверх по часовой. Правая грань, вверх собрался, низ доворачиваем. Как только мы собрали элементы на одной грани, переходим ко второй и делаем все то же самое. Для закрепления я покажу пример сборки, где буду использовать только эти знания. Рассмотрим самые сложные из возможных случаев. У нас что на верхней грани нет ни одного блока и на нижней грани тоже. В этом случае алгоритм, который я показал, придется выполнить 4 раза. 2 раза для желтой грани и 2 раза для белой. Название этого алгоритма TPERM, но не то, что в кубике Рубика, а именно для кубовидов. Видим, что на верхней грани у нас блока нет, поэтому из любого положения начинаем выполнять. Правая вверх по часовой, правая вверх против часовой, правая вверх против часовой. Низ в ту же сторону, но это движение по часовой стрелке для нижней грани. Правая вверх против часовой, правая вверх по часовой. Еще раз правая. Низ можно довернуть, но когда там не собрано, можно и не доворачивать. главное мы находим на верхней грани блок и располагаем его слева можно совместить со средним слоем повторяем алгоритм правая вверх по часовой правая вверх против часовой правая вверх вниз правая вверх против часовой правая вверх по часовой правая вверх собрался низ не доворачиваем так как там ничего не собрано повторяем ту же процедуру и для белой грани из любого положения так как блока нет делаем теперь правая вверх по часовой правая вверх против часовой Правая против часовой, в ту же сторону. Правая, вверх против часовой, правая, вверх по часовой, правая. Тут появился блок, но не сможем довернуть. Блок располагаем по цветам со средним слоем и слева. Правая, по часовой, правая, против часовой, правая. Против, в ту же сторону. Правая, против часовой, правая, по часовой, правая. Вверх собрался, вниз, доворачиваем. Куб будет собран. Если во время сборки вы были неаккуратны и каким-то образом нарушили положение среднего слоя, то у вас может возникнуть вот такая ситуация. Кажется, что верхняя и нижняя грани собраны, но средний слой по цветам с краями не совпадает. Одна часть все хорошо, а другую было бы неплохо развернуть. То есть вот этот красный поставить сюда, а этот оранжевый сюда. Если нужно поменять местами только два элемента на среднем слое, то можем сделать следующее движение. Правая грань дважды, верхняя дважды. Правая дважды, верхняя дважды. Опять правая и опять верхняя. Поскольку движения двойные, неважно в какую сторону их делать. Таким образом, мы меняем местами вот эти два элемента. Также может случиться подобная ситуация. С этой стороны кажется все собрано. Углы друг с другом совпадают на каждой грани. Но вот здесь по сторонам совпадение цветов отсутствует. Такое возможно в том случае, если вы не проверили, на какой стороне должны быть желтые углы, а на какой белые. И просто увидели, что много желтых и стали желтые здесь собирать. Но это также легко исправить. Нам по сути нужно либо поменять местами элементы желтой и белой граней, либо развернуть средний слой. Можно конечно дважды проделать предыдущий алгоритм. Но есть способ проще. Делаем двойное движение правой грани, двойное движение средней грани. И опять двойное движение правой. Все собирается. Но если вы совсем забыли про средний слой, либо у вас каким-то образом самостоятельно собрались верхняя и нижняя грани, то можно средний слой собрать и в таком положении. Делаем это примерно так же, как и на первом этапе. Выполняем какое-нибудь движение, чтобы два элемента совпали по цветам. К примеру, вот так. После чего вот этот готовый блок отходим в сторону и возвращаем движение правой грани. Может либо сразу собраться, либо если мы не угадаем, в какую сторону отвернуть, может получиться предыдущая ситуация, которую также можно решить. Кстати, при ее решении может потребоваться довернуть верхнюю и нижнюю грани. По таким принципам кубоид собирается из любого положения. Для тех, кто хочет собирать быстрее, я сейчас покажу продвинутый способ сборки. В скоростном способе чаще удобнее собирать не весь средний слой, а его половину. К примеру, в данном случае нам потребуется два движения, чтобы собрать половинку среднего слоя. И эту собранную половину мы располагаем слева. Часто в сборках она уже собрана, и этап можно просто пропустить. Также этот этап можно совмещать с ориентацией элементов. То есть, когда мы располагаем желтые углы на желтой грани, а белые на белой. Но здесь также нужно определиться, где какие должны стоять. Допустим, мы будем собирать относительно вот этой части среднего слоя. Проверяем. Белый, зелено-оранжевый совпадает. Значит, наверху должна быть белая грань. И мы привычными нам движениями собираем белую грань здесь. После чего мы одним алгоритмом расставляем уголки верхнего и нижнего слоев по своим местам. Есть несколько ситуаций, я подробно покажу каждую. В данном случае достаточно сделать такие движения. Собирается верхний слой, собирается нижний слой. Ну а средний мы дособираем. R2, O2, R2, O2, R2, O2. Некоторые алгоритмы, которые я буду показывать, разворачивают средний слой. Именно поэтому я его не собираю до конца на первом этапе. Также при сборке OLL мы можем игнорировать положение вот этой части среднего слоя. И делать алгоритмы короче. Ну а теперь давайте подробно. Начнем с OLL. Я показываю для положения, где желтая грань сверху, а белая снизу. Первый случай самый простой. Блок сверху, блок снизу. В простом способе мы располагаем их друг над другом. И делаем движения. R2, O2, R2. И у нас ориентация грани правильная. Если нам ориентация среднего слоя не важна, то мы можем расположить верхний блок слева, нижний блок справа. И в одно движение поставить элементы рядом. Четыре желтых, четыре белых. Но средний слой у нас разрушен. И его придется собирать в конце. Для ситуации, когда три сверху, один и снизу, решение такое же, как и в простом методе. Располагаем эти три так. Нижний справа, сзади. И делаем R2, U, R2. Здесь средний слой не нарушается. Для противоположной ситуации, когда один сверху, три снизу, а желтая грань должна быть сверху, мы можем поступить следующим образом. Располагаем верхний элемент так, чтобы при поднимании правой грани он совместился вот с этим. Движение R2. После чего отворачиваем в сторону U, нижний D2. И делаем еще R2. Здесь средний слой сохраняется. Выполнять также можно и из других положений. Смысл такой же. Если у нас две диагонали. Здесь два отдельных. И здесь два отдельных. Мы располагаем элементы так, чтобы желтый был над желтым. Вот этот и вот этот друг над другом. Ну и вторые тоже. Выполняем движение R2, U', D', R2. И сразу все собрано. То есть четыре хода. Закрепим. Располагаем этот и этот друг над другом. Делаем R2. Вот эту полоску отводим влево U', и эту полоску отводим вправо D'. И опять R2. Средний слой тут сохраняется. Блок сверху, диагональ снизу. Здесь несколько способов решения. Из такого положения. Блок слева, диагональ вот так. Мы можем сделать движение R2. После чего вот этот элемент подвести вот сюда. возвращаем R2, и тут образуется блок. Мы его отводим влево, после чего опять делаем R2. Вставляем этот блок в правую часть, и еще раз R2. Средний слой сохраняется. Сверху желтые углы, снизу белые. Также можно поступить следующим образом. R2, D, R2, D. Все вроде то же самое, но полоска оказывается справа. После чего делаем U2. И известным способом загоняем блок наверх. R2, U2, R2. Из вот такого положения, когда блок справа, а диагональ так же, можно сделать следующий алгоритм. R2, U' R2. У нас получился уголок. Подворачиваем его в знакомую ситуацию. U, D' и решаем. R2, U, R2. Средний слой также сохраняется. Ну и способ, когда средний слой разрушается. Из такого положения делаем R2. Получаем уголок U2, D'. То есть сразу в нужное положение. R2, U, R2. Углы собрались, но средний слой разрушился. Ну и рассмотрим аналогичную ситуацию, когда диагональ сверху, а блок снизу. Также покажу здесь несколько алгоритмов. Из такого положения делаем R2, U' U' здесь 1, здесь 3. Дальше. R2, U' получаем здесь блок. Он справа, снизу, слева. Делаем движение D2 и получаем стандартную ситуацию. R2, U2, R2. Средний слой не нарушается. Альтернативный способ. R2, U', R2, U. Мы располагаем блок слева и здесь он слева. После чего делаем R2. Р2, забираем вот этот блок движением D2 и опять R2. Здесь собрано. Средний слой цел и нижний слой тоже собран. 4 желтых угла, 4 белых угла. Ну и самый короткий способ. Из вот такого положения делаем R2, U, R2, U, R2. Средний слой, конечно, нарушается, но 4 желтых сверху, 4 белых снизу. Можно использовать и другие алгоритмы, но смысл примерно такой. Более короткие алгоритмы разрушают средний слой, более длинные не разрушают. Большинство PFL алгоритмов, которые будут на следующем этапе, не задействуют средний слой, но некоторые также его разрушат. Поэтому здесь нужно выбирать. Либо мы пренебрегаем вот этой половинкой среднего слоя и оставляем возможность того, что придется его разворачивать в самом конце, либо мы хорошо просчитываем и учитываем, какой у нас OLL алгоритм и какой PLL, чтобы вот этот разворот в конце делать не пришлось. Здесь элементов мало, можно просчитывать. Это приходит с опытом. Рассмотрим теперь 8 случаев перестановки угловых элементов верхнего и нижнего слоев. Ну, начнем с уже известного алгоритма под названием TPERM. Он переставляет два верхних угла справа. На всякий случай я его повторю. переставляет R2U, R2U'', R2U', 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 R2'. Переставляются два верхних угла. В случае, если нужно переставить два нижних угла справа, Мы можем либо перехватить кубоид и сделать тот же самый Т-перм, либо сделать аналог этого Т-перма из такого положения. Движения будут следующие. R2D, R2D', R2U', R2D', 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 R2D'. Очень похожие движения, но немного для других граней. Так же все собирается. Если у нас на верхней грани нет двух элементов, которые находятся рядом и стоят правильно, а требуется перестановка углов по диагонали, такая ситуация называется копье. Если снизу собрано на сверху копье, мы делаем алгоритм из SquareOne. Те, кто умеет собирать Square, увидят здесь много знакомого. Все остальные алгоритмы адаптированы именно из этой методики. Если копье сверху, делаем следующее движение. R2, U, D. R2, U, штрих. Повторяем. R2, U, D. R2, U, штрих. R2, U, D. R2. Ну и может потребоваться доворот к нижней грани, D2. Ну а верхний уже как получится. В данном случае, U, штрих. Если верхняя грань собрано, а копье на нижней грани, мы делаем примерно такой же алгоритм. Но движение U, штрих меняется на движение D, штрих. R2, U, D. R2, D штрих. R2, U, D. R2, D штрих. Во всех алгоритмах средний слой не разрушался. Теперь переходим к одновременной перестановке на двух гранях. В данном случае требуется переставить два угла на верхней грани и два угла на нижней грани. Можно сделать T1 здесь, T1 здесь и все соберется. Также можно вот эту собранную грань, правильные элементы сверху и снизу, расположить сзади и сделать более короткий алгоритм. R2, U, штрих. R2, U, D. R2, D штрих. R2. И весь кубоид сразу собирается. Средний слой не разворачивается. Если сверху и снизу у нас копье и требуется диагональная перестановка, то есть один хороший короткий алгоритм. Но он разворачивает средний слой. Выполняется следующим образом. R2, U, D штрих. Верхняя и нижняя грань в одну сторону. R2, U, D. Возвращаем их обратно. И еще раз R2. Ну, требуется доворот, U2, но средний слой развернут. Поэтому, если у вас средний слой был собран до применения, то придется сделать еще R2, U2, R2, U2, R2, U2. Если он был развернут, то получается делать ничего не нужно. Есть еще один алгоритм для подобного случая, когда сверху и снизу копье и требуется диагональная перестановка на двух гранях. В нем всего три хода, но он полностью разрушает средний слой. И не половинку разворачивает, как обычно, а делает его полностью разрозненным. Это алгоритм из метода Артега для кубика 2х2. Сейчас средний слой собран. Делаем R2, F2, R2. У нас собирается и верхняя, и нижняя грани, но средний слой полностью разрушен. Алгоритм может приходиться в том случае, если вам удалось просчитать верхние и нижние грани при несобранном среднем слое. То есть за одно-два движения вы получаете диагональную перестановку сверху и снизу, при этом средний слой вот в таком положении. Но в случае ошибки вам придется собирать средний слой движением средней грани. Примерно вот так. Собралась одна сторона, и тут важно не перепутать. Можем докрутить, и после R2, U2, R2, U2, R2, U2. Поэтому этот короткий алгоритм нужно использовать очень осторожно, и только если действительно у вас копье и сверху, и снизу, а средний слой заранее был не собран. Следующая ситуация, когда копье сверху, а снизу есть блок. Ситуация называется «Глаза-копье». Название Esquire тут на глаза похоже не очень, но глаза – это правильно собранный блок. Копье – диагональная перестановка. Мы располагаем блок слева и выполняем следующие простые и удобные движения. R2, U, R2, U'. И аналогичная обратная ситуация, когда у нас глаза или блок сверху, а копье – снизу. Мы также блок располагаем слева и делаем похожие движения. Но движение U заменяем на D'. Движение U' заменяем на U. R2, D', R2, D'. R2, D', R2, D', R2. И так же все собирается. Эти алгоритмы очень удобны для скоростной сборки. Покажу пример сборки этим способом. Средний слой полностью перемешан. Наверху три желтых. Надо бы определить, как мы будем собирать средний слой и где будет находиться желтая или белая грани. Но я вижу, что в одно движение можно вот этот оранжевый поставить рядом с этим оранжевым. Соберется половинка среднего слоя. Здесь оранжево-синий элемент. Рядом с ним станет другой оранжевый. И можно будет вот с этой половинкой собирать кубой дальше. Мы видим, что желто-зелено-красный. А по цветам не совпадает. Если мы передвинем мысленно вот этот уголок вот сюда, то оранжевый с оранжевым совпадет. Синий с синим тоже совпадет. То есть получается, что вот этот элемент, если будет стоять над этим, то цвета будут совпадать. А значит желтая грань сверху. Было бы неплохо первым движением нам собрать вот эти два элемента рядом и сделать что-то полезное с желтыми элементами на верхнем слое. Давайте посмотрим. Вот этот отправится сюда. Здесь у нас есть желтый. Здесь три желтых. Мы можем вот этот объединить вот с этим. Для этого мы нижний подвернем сюда. И сделаем движение R2. Тут у нас что-то собралось. Перехватим сразу в левую сторону. И теперь это как и у сквайра будет неподвижная часть. И помним, что сверху должна быть желтая грань. Желтая полоска. И тут желтая полоска. Мы можем простым способом вот так поставить. В итоге у нас и средний слой собрался. И желтые углы оказались на нужной грани. Главное, что мы собрали половинку. А вот это могло и не собраться. Ну, далее определяем одной из ситуаций. Снизу есть блок. Располагаем его слева. Сверху блок тоже есть. А значит ситуация глаза-глаза. И глаза нужно расположить сзади. Блок здесь. И нижний тоже назад. Ну и делаем нужный алгоритм. Ну и делаем доворот при необходимости. Это достаточно простой кубоид. Его можно собирать как не спеша, практически интуитивно используя только один алгоритм. Так и можно собирать на скорость, глубоко просчитывая и используя несколько алгоритмов, которые я сейчас показал. Строение современных моделей позволяет скоростную сборку. Поэтому тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.